20.00 солица Казахстана. А это новости на канале Хабар 24. В студии Вероника Боярова. Сурда перевод обеспечивает Хасан Исраилов. Здравствуйте. Генеральная прокуратура создала специальную следственно-оперативную группу для расследования масштабного пожара в области Абай. В МВД сообщили три основные версии причины возгорания. Одна из них поджог. Об этом рассказал министр внутренних дел в кулуарах правительства. Марат Ахмеджанов также подчеркнул, что проведут соответствующие проверки. Кроме этого, он озвучил версии халатности и удара молнии. На расследование и нужные экспертизы дано два месяца. Есть же установлены законом сроки расследования. Сразу расследование дается на два месяца. В ходе расследования будут проведены все следственно-оперативные мероприятия. Еще раз, вы, наверное, не слышали, просто я хотел бы сказать, для объективности, для целостности создана следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров. И наши сотрудники сегодня входят в эту группу. Президентам дано поручение, генеральному прокурору, в рамках, наверное, поручения будут проведены соответствующие проверочные мероприятия. До 15 возросло число жертв лесных пожаров в области Абай. Найдено тело еще одного сотрудника местного лесхоза. Ранее сообщалось, что без вести пропал житель села Долонь, Бескарагайского района Сергей Архипов. Связь с ним была потеряна 9 июня, когда он отправился помогать тушить лесной пожар. Сегодня днем найден его трактор. Позже сообщили, что поисковая собака обнаружила тело. Назначена судебная медицинская экспертиза. В области Абай продолжают тушить лесной пожар. Оперштаб изменил тактику тушения огня. Теперь сразу шесть вертолетов одновременно сбрасывают воды на очаги возгорания. Это 30 тонн воды за 40 секунд. В общей сложности на сегодня сброшено больше 3,5 тысяч тонн воды. Тушение продолжается в трех направлениях. Восточном создают противопожарные разрывы. Для этого рубят лес. По двум другим, с учетом труднодоступной местности, тушат огонь в пешем порядке и с воздуха. Работа идет круглосуточно. Для тушения лесного пожара, который происходит по области Абай, задействованы силы и средства вооруженных сил Республики Казахстан, а именно региональное командование «Восток». На сегодняшний день более 600 личного состава, более 50 вооружений и военной техники, 7 летательных аппаратов армейской авиации проводят мероприятия по тушению пожара. Наша задача остановить пожар, обеспечить безопасность наших граждан. Пожар в Абайской области не щадит и уникальную фауну местных лесов. Уже известно, что погибли сотни представителей животного мира. Тем, что еще остаются в лесу, нужна помощь. Наш собственный корреспондент Анель Десенберлина сейчас с нами на связи. Анель, здравствуйте. Подскажите, ведут ли учет погибших животных? Здравствуйте, Вероника. Мы сейчас находимся непосредственно в оперативном штабе, чтобы максимально оперативно передавать вам всю поступающую информацию. Расскажу сначала о ситуации в регионе. Площадь пожара остается прежней, 43 тысячи гектаров. К этому часу самые основные очаги возгорания сохраняются также в лесничествах Каштаг и Жерновка. Но населенные пункты вне угрозы, чего не скажешь о животном мире. Уже есть факты, когда были найдены обгоревшие туши животных. Делит мой собеседник, старший инспектор по охране животного мира Охотзоопром Чингис Станышпаев. Чингис Бексултанович, расскажите, уже ведется какой-то официальный ущерб животному миру? Официальный подсчет, конечно, еще не начали. Главное сейчас потушить пожар. Но предварительно нам уже сообщили, что находили обгоревшие лость, семка, соли, кабана. Ущерб будет. Уже ущерб будем подсчитывать после втушения пожара, конечно. Когда можно будет зайти на эту территорию, да? Да, да, да. Когда будет. А подскажите, пожалуйста, сейчас как-то люди могут помочь в этой ситуации животным? Да, люди сейчас могут помочь. Мы уже в Жирновке, Бородулике, населенных пустах, на улице уже видели животных, косуль, диких, которые от пожара бегут. Я прошу людям района отнестись с пониманием. Если они пришли к вам во двор, не надо их закрывать в сарай, стрелять, относиться как к домашнему животу, напоить водой. Спасибо, Чингисбек Султанович. Так, в итоге, получается, что стихи не щадит никого. Вероника. На прямой связи была Анелли Синберлина, а мы продолжим. Медикаменты, продукты, одежда и средства гигиены. Все самое необходимое для пострадавших от пожара и ликвидаторов стихийного бедствия доставляют в Абайскую область автокараваны с гуманитарной помощью. Подключились все регионы. Наши корреспонденты расскажут подробнее. В пунктах приема гуманитарной помощи Алматы весь день идет поток людей. Общественный фонд Хамкор-Шариты призывает горожан откликнуться на беду и помочь абайцам и огнеборцам в этот трудный час. Чем именно, на местах разъясняют волонтеры. Регион, где уже несколько дней борются со стихией, сейчас очень нуждается в консервах, питьевой воде, защитных масках, влажных салфетках и пауэрбанках для подзарядки смартфонов. Мы вот сейчас ведем информационную работу, то есть по привлечению наших жителей, наших предпринимателей, которые могли подключиться именно к данной работе, к помощи. В целом мы планируем до конца этой недели уже направить первый груз. По опыту предыдущих сборов обычно, то есть сборы обычно для 10, то есть неделю, 10 дней, далее уже необходимости в продолжении не было. А здесь, конечно же, по мере необходимости, если еще дольше необходимо будет собирать гуманитарную помощь, конечно, мы будем продолжать. В Туркестанской области тоже каждый старается помочь пострадавшим от лесных пожаров. В регионе объявлена акция «Бызбергемос». Личный состав Департамента пограничной службы КНБ, один из первых, собрал гуманитарную помощь. Пограничники Туркестанской области всегда готовы протянуть руку помощи. Сейчас мы с жителями Аббайской области, пожарными, которые круглосуточно работают на месте возгорания. В настоящее время с территории пограничного управления по Сарайгашскому району выехала машина с продуктами питания и медикаментами. В Караганде гуманитарный груз отправляют это культурное объединение. Уже завтра караван доберется до места назначения. В нем одежда, лекарства, средства гигиены, одеяло и подушки для пострадавших. Сердобольные карагандинцы также позаботились о домашних животных. Собрали сухой корм, паштеты и наполнители. У беды нет национальностей. Эта трагедия затронула всех казахстанцев. Это помощь от сердца. Сегодня те, кто там находится, они нуждаются в нашем внимании, поддержке. Павлодарские волонтеры сопроводят гуманитарный груз в области Абая. Не хотят сами развести помощь по аулам и селам. 20 тысяч литров воды и напитков, продукты питания, одежду и медикаменты отправляют павлодарцы своим соседям. Мы будем раздавать гуманитарную помощь семьям пострадавшим. Также будем развозить их близ лежащих деревень города семей. И также по тем деревням пострадавшим именно от пожара. Павлодарские вузы выделяют 15 образовательных грантов на обучение детей из пострадавших от пожаров семей. А еще 20 тонн, так необходимых сейчас горюче-смазочных материалов, отправляют жители Павлодарской области на борьбу с огненной стихией. Ербулабишев, Жен Семербулат, Хабар, 24. Трагедия в области Абай показала, насколько организованно и оперативно на крик о помощи отреагировали волонтеры страны. Продукты питания и вещи первой необходимости собрали буквально за считанные часы, рассказал в интервью председатель комитета по делам гражданского общества. На складах в семье в режиме нон-стоп фасуют продукты и их тут же отправляют пострадавшим. Мадьяр Кужахмед признает, помощь от добровольцев на самом деле колоссальная. В ведомстве хотят подсчитать, какой вклад волонтеры вносят в развитие экономики страны, в том числе и в денежном эквиваленте. Саму методику подсчета планируют обсудить на международном форуме волонтеров. Он пройдет в Астане с 20 по 21 июня. Своё участие уже подтвердили представители 30 стран. Присоединиться к обсуждению трендов волонтерского движения и руководители программы волонтеров ООН. Специальным гостем форума станет кинорежиссер мирового уровня. Мы ожидаем Тимура Бекмамбетова, руководителей волонтерского движения Турции, которые активно принимали участие во время землетрясений, которые поделятся своим опытом на этом форуме. В середине мая совместно с МЧС мы провели специальное учение для волонтеров, потому что сейчас во время таких техногенных катастроф, или вообще природных катастроф, нужны специальные волонтеры, которые должны иметь определенные навыки по спасению людей, по обеспечению собственной же безопасности во время этих спасательных работ. Инвентаризацию всех сил и средств пожарно-спасательных подразделений проведут в Актюбинской области. Руководство региона поручило особенно тщательно проверить противопожарное оснащение восьми лесных хозяйств. По данным специалистов, в их арсенале есть техника, мотопомпы и другое оборудование, многое из которого требуют замены. С начала года в лесных угодьях области произошло четыре пожара, которые оперативно ликвидировали. В целом зарегистрировано 230 пожаров, и это на 26% больше показателей прошлого года. Стихия унесла жизни восьми человек, еще девять получили ранения. Для профилактики чрезвычайных ситуаций местные власти намерены усилить разъяснительную работу среди населения, а также закупить новую технику для спасательных служб. На территории области реализуется ряд дорожных карт. Это план по оснащению добровольных противопожарных формирований пожарно-техническим вооружениями и оборудованием, универсальным пожарным прицепом и обеспечением населенных пунктов, то есть отдаленных. А план обеспечения их противопожарным водоснабжением. Почти 200 человек остаются в эвакуационных пунктах семьи. Среди них 74 ребенка. Тех, кто был вынужден покинуть свои дома, обеспечивают всем необходимым. Аким области Абай Нурлан Уранхаев встретился с жителями. Жительница села Талица Галина Колесник в эвакуационном пункте находится пятые сутки. Говорит, уже не переживает за покинутый дом. Уверена, пожарные потушат огонь, а полицейские не допустят фактов мародерства. Слава Богу, пожар в село Талицу не пошел, охраняли хорошо. Но хотелось бы, скорее бы, потушили этот пожар, чтобы мы вернулись домой. Потому что дома все у нас. Мы всем довольны. Все необходимое у нас есть благодаря жителям города, Акиму города, Акиму области и нашему президенту. Мы благодарны за большое такое отношение к людям. Условия для эвакуированных жителей на контроле у главы региона. Нурлан Урланхаев, общаясь с сельчанами, рассказал о текущей обстановке в лесном резервате. И пообещал, что ждать возвращения домой осталось недолго. Потушим. Ветер меняется постоянно. Ничего. Ну, вас хоть кормят, нормально все. Понятно, что не дома. Дома-то лучше, но... Нет, все хорошо. Хорошо. Там, в населенных пунктах опасности их нет, но мы решили, как говорится, в следующий раз перестраховаться. В прошлый раз, вы же видели, пришлось, допустим, Булака эвакуировать. По одной простой причине, что там было задумение. Вот у нас сегодня, говорит, два участка. Вчера было три. До этого было больше. Ну, вы видите, частично заканчивается, заканчивается, заканчивается. Ну, и, конечно, порыви ветра мешают. Работают, работают круглосуточно. И ночью работают. Всего в эвакуационных пунктах остаются 189 человек. Это жители сел Булак, Талица и Половинка. Асимутешево, берег Жугалайлы, Хабар, 24, область Абай. И к новостям в мире. Пожароопасный сезон продолжается в Китае. За последние две недели в стране локализовали возгорание в двух горных лесах. При этом, благодаря техническому оснащению и подготовке специалистов, за последние пять лет число погибших и пропавших без вести в результате природных катастроф сократилось больше, чем наполовину. Тему продолжит Бутагос Базарбаева. Леса покрывают почти четверть территории Китая. И каждый год их площадь увеличивается благодаря искусственным посадкам. Пожары вспыхивают нередко, к примеру, только за последние две недели. В стране локализовали два лесных пожара в лесных массивах. Эффективные действия, по мнению властей, связаны с улучшением технического оснащения и переподготовки кадров. Мы укрепили национальную пожарно-спасательную группу. В прошлом она занималась в основном предотвращением и тушением пожаров. Теперь же берет на себя спасательные задачи всех видов стихийных бедствий и крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. Было сформировано больше пяти тысяч спасательных подразделений. На оснащении у них в том числе находятся беспилотные летательные аппараты, большие длинажные насосы, спасательные роботы. Из этих групп сформированы шесть региональных центров экстренной помощи. Лесные массивы патрулируются круглосуточно. Для этого используют дроны. На вооружении сотрудников находятся также инфракрасные радары для обнаружения пожаров и предупреждения молний, системы видеонаблюдения и спутниковый мониторинг опасных зон. При этом последние данные показывают, что чаще люди гибнут от возгораний в зданиях. К примеру, только в апреле в пожаре в одной из пекинских больниц погибли 29 человек. Такие происшествия чаще всего связаны с незаконной сваркой, незаконными застройками и отсутствием управления в сфере безопасности объектов. Мы предпринимаем ряд мер. В этом году проводим мероприятия по выявлению скрытых угроз возникновения пожара. Это в том числе незаконные застройки, нарушения при использовании теплоизоляционных материалов, легковоспламеняющейся отделки. Как прогнозируют метеорологи, в этом году Китай вновь столкнется с экстремальной жарой, засухами и наводнениями. Ежегодно от различных природных катаклизмов страдают 300 миллионов жителей КНР, а экономический ущерб составляет порядка 45 миллиардов долларов. Матогостер Кабаева, Владимир Грабарь, Хабар-24 из Китая. Тысячи жителей Пакистана эвакуируют в связи с приближением циклона Бипарджой. Не снижается огненный накал в Канаде. А на Филиппинах проснулся вулкан Майон. Обо всем по порядку в международном обзоре. Десятки тысяч человек на юге Пакистана эвакуируют из-за приближения циклона Бипарджой. По прогнозам синоптиков, шторм обрушится на густонаселенный регион в ближайшие дни. Проливные дожди затронут сразу несколько провинций. Ожидаются сильные наводнения. В качестве мер предосторожности рекомендовано убрать рекламные щиты, освободить некоторые здания. Местным рыбакам запрещено выходить в открытое море. Скорость ветра может достигать 180 км в час, а высота волн превысить 12 метров. Циклон затронет и западное побережье соседней Индии. Там также массово эвакуировали жителей в безопасные места. В Канаде не утихают лесные пожары. Только в провинции Британская Колумбия зафиксировано 83 активных очагов возгорания. В некоторых районах ожидается дождь. Однако он будет незначительным в борьбе с пламенем, предупреждают власти. Также возможны удары молнии, которые могут спровоцировать новые пожары. Всего по стране зарегистрировано более 400 очагов. Половина из них считаются неуправляемыми. На Филиппинах проснулся вулкан Майон. Из-за выбросов пепла из расположенных рядом районов пришлось эвакуироваться почти 15 тысячам людей. Поскольку есть опасность камнепадов и оползней, Институт вулканологии и сейсмологии порекомендовал переместить всех жителей в радиусе 6 километров от опасной зоны. Майон, отмечу, является одним из самых активных вулканов в мире. Последнее извержение произошло 5 лет назад. Тогда целые города покрылись толстым слоем пепла. На американский штат Колорадо обрушился мощный град. Жители города Болдер делятся кадрами в сети. Крупные льдины размером с мяч для гольфа покрыли улицы плотным слоем. О непогоде местных жителей ранее информировала Национальная метеорологическая служба. Штормовое предупреждение о сильных грозах и возможных торнадо действовало в некоторых районах Колорадо и Нью-Мексико. По прогнозам синоптиков, непогода продержится около суток. Южно-корейские рыбаки устроили акцию протеста против запланированного сброса в море радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима-1», где много лет назад произошла крупная авария. У здания парламента в Сеуле собралось больше трех тысяч человек. Люди просят японское правительство найти другие способы утилизации радиоактивной воды, включая ее долгосрочное хранение на суше. Они опасаются последствий для экосистемы Тихого океана. Тем временем оператор аварийной АЭС «Фукусима-Доити» уже приступил к тестированию системы для сброса обработанной и разбавленной воды в океан. В Чили проходит масштабная кампания по вакцинации населения против респираторно-сенситиального вируса человека. Он поражает дыхательные пути у новорожденных и детей. Кампания началась после смерти от этого заболевания шести младенцев. Трагедия вызвала серьезное беспокойство среди населения. Ожидается, что вакцинацию пройдут больше 20 тысяч детей и до 30 тысяч взрослых. В Чили столкнулся с чрезвычайно серьезной ситуацией из-за сочетания ковид, гриппа, а также социальной напряженности. И поэтому мы организовали интенсивный процесс вакцинации, который также сопровождается уходом на дому в различных центрах семейного здоровья и клиниках, которые у нас есть в коммунно-пуэнто-альто. И к событиям в нашей стране. 24 случая подозрения на корь зарегистрировали в Акмолинской области. У половины детей диагноз подтвердился лабораторными исследованиями. Они жители Кукшетау, Степногорска, а также Бурабайского, Буландынского и Зерендинского районов. Основные симптомы болезни это высокая температура, кашель, сыпь на теле и воспаление глаз. При этом болезнь быстро распространяется. Сейчас все заболевшие находятся под медицинским наблюдением. Врачи напоминают, что самой действенной мерой предотвращения кори остается вакцинация. Все заболевшие, кто обращались в медицинские организации, они, конечно же, на сегодня получают лечение согласно протоколу лечения медицинских работников. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Ну вот хотелось бы отметить, конечно, из заболевших, 12 лабораторно подтвержденных случаев, основная доля, это порядка 70%, это среди лиц непривитых. Из них в 45% это дети, родители которых отказались от профилактических прививок. В Алматы продолжается судебное разбирательство по факту создания и руководству финансовой пирамиды Мудабарах Кэпитал. Рассмотрение резонансного дела проходит в онлайн-режиме. Всего на скамье подсудимых 12 человек, включая вайнеров Миржана Туребаева и Мирхана Ширнеязова. Еще один вайнер, Азимжан Саидбаев, объявлен в розыск. Все подозреваемые находятся под арестом. Сегодня прошли прения сторон. Государственный обвинитель попросил суд исключить из обвинения вайнеров Миржана Туребаева и Мирхана Ширнеязова статью по участию в ОПГ, но оставить претензии по статье о финансовой пирамиде. Остальным подсудимым прокурор оставил первоначальное обвинение. В числе фигурантов генеральный директор Мудабарах Кэпитал Руслан Бурканов. Прокурор попросил назначить обвиняемым сроки от 8 до 12 лет лишения свободы. Вайнерам Миржану Туребаеву и Мирхану Ширнеязову с учетом новых обстоятельств грозит 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. Акимат области Улытау тесно работает с предпринимателями и оказывает им всестороннюю поддержку. Аким региона Бирек Абдугал-Леула встретился с бизнесменами в формате открытого диалога. Подробности в нашем сюжете. Открытый диалог – отличная возможность обозначить свои проблемы и рассказать о них главе региона. Предприниматели Улытау не стали пренебрегать этой возможностью. В течение двух часов они задавали свои вопросы. Акимат области Бирек Абдугал-Леула ответил на каждый вопрос. Вместе с местной властью бизнесменов региона поддерживает региональная палата предпринимателя Атамикен. Чаще других обращаются молодые начинающие бизнесмены. Правильное оформление документов – их основная проблема. Есть центр обслуживания предпринимателей, где предприниматели, начинающие особенно, могут получить бухгалтерские, консалдинговые услуги, юридические услуги. Однако региону Острова не хватает своих товаропроизводителей. В основном продукцию привозят извне. Поэтому, чтобы сократить количество импортируемого товара и поддержать местных производителей, подписали трехсторонний меморандум. Аким области также рассказал и о других проектах по развитию МСБ. По программе «Аула Монаты» у нас предусмотрено 3 миллиарда 200 миллионов тенге. Сейчас выдаем первые кредиты по низким процентным ставкам. Для развития молодежного предпринимательства также выдаем облегченные кредиты до 5 миллионов. Годовая процентная ставка 2,5%. Молодые люди вольны заниматься любым видом бизнеса. В этом году по области бизнесменов стало больше на 30%, чем в 2022-м. Функционирует порядка 20 тысяч объектов малого и среднего бизнеса. В регионе для развития молодежного предпринимательства выдают гранты Акимы. В минувшем году предоставили 96 грантов на сумму 132 миллиона тенге. А в этом году выделят 550 миллионов. Нуржанты Нарбергенов, Нарбалуздакпаев, Гульшахера Серикпаева, Хабара-24, область Олтау. В Сузакском районе Туркестанской области активно развивается племенное животноводство. Немаловажную роль в этом играет государственная поддержка. В целом на субсидирование животноводства в области в этом году выделено больше 11,5 миллиардов тенге. Одним из популярных направлений среди фермеров стало разведение гесарских овец. Разведением гесарской породы Баглан Сугербаев занялся 4 года назад. Это одна из самых крупных пород мясного направления, распространенная в Центральной Азии. Неказистые с виду, неприхотливые по характеру и внушительные по весу. Разведение гесаров всегда считалось прибыльным бизнесом. Сейчас в моей Атаре более тысяч племенных овец. Гесарская порода хорошо приспособлена к резкоконтинентальному климату. Спрос большой. Мы хотим получить льготный кредит по 2,5% на развитие хозяйства, удвоить поголовье овец и выйти на экспорт. Государство всячески поддерживает хозяйство, занимающееся животноводством. Например, хозяйству Баглана Сугербаева выделено 2000 гектаров земли для пастбища. Также возмещена половина расходов на бурение колодца и установку солнечных панелей для выработки электроэнергии. Сегодня здесь работает 8 человек. Все больше фермеров проявляет интерес к племенному животноводству. В этом направлении в районе работают 7 агрофирм. Кредитование сельского бизнеса под номинальной ставкой 2,5% годовых стал хорошим шансом для расширения бизнеса. Там еще каникулы предусмотрены на два года. Поэтому нам звонят из всех регионов, хотят купить племенной скот. Все понимают, что это выгодно. Только в прошлом году 48 фермерским хозяйствам в Туркестанской области было выделено около полумиллиарда тенге на разведение племенных пород. Гесарская порода пользуется особым успехом у племенных хозяйств. Сейчас их поголовье в регионе достигло 72 тысяч. Жандос Жумабек, Куаныш Абывов, Хабар-24, Туркестанская область. В Имонтау-Шалкарской курортной зоне до конца 2025 года построят 19 новых объектов туризма. Это будут современные эко-отели и глэмпинги, сообщили в Управлении предпринимательства Северо-Казахстанской области. Для этих целей уже выделены земельные участки общей площадью 120 гектаров. Проведены конкурсные процедуры и определены инвесторы. Они планируют вложить в развитие отрасли больше 4,5 миллиардов тенге. Обновляют свою материально-техническую базу и действующие зоны отдыха. Всего их 42. Одним из проблемных пока еще остается вопрос инфраструктуры, отметили в Акимате. Вопрос инфраструктуры, конечно, идет тяжело. На данный момент мы разработали ПСД на дороге, на электроэнергию. Но так как вы знаете, что это все-таки территория Госнаспарка, там есть моменты, законодательство, которое мы не можем нарушать, то есть не портит природу. Поэтому сейчас вопросы данные прорабатываются на высоком уровне. Средства будут выделены в ближайшее время. В Атерау определили сильнейших шахматистов среди любителей этой интеллектуальной игры. Там завершился двухдневный фестиваль «Инфинити жаз», направленный на популяризацию массового спорта и борьбу с наркоманией. Помимо турнира по шахматам прошли творческие состязания и выставка дизайнеров. А для любителей бега провели традиционный марафон. В этом году массовый забег на 5 километров собрал более 500 любителей здорового образа жизни. Среди бегнов не только молодежь. Активно в марафоне участвуют и представители старшего поколения, говорят организаторы. Этот фестиваль в Атерау проводят уже шестой год подряд. Я всю жизнь занимаюсь лёгкой атлетикой. В основном бегаю на длинные дистанции, не пропуская ни одно соревнование. Каждый раз участвую в подобных марафонах. Ведь это не просто пропаганда здорового образа жизни. Призываю молодежь, чтобы они больше занимались спортом, особенно лёгкой атлетикой. Бег полезен для здоровья. Свои лучшие творения представили отечественные дизайнеры. В эко-парке они провели дефиле и мастер-класс. Для собравшихся организовали бесплатный показ кинофильмов. Также все желающие участвовали в викторине. Прошёл и шахматный турнир. Игроки соревновались в трёх возрастных категориях. Атрауский марафон поддержали представители местной власти, а также крупных компаний. Выражаем нашим спонсорам огромную благодарность. Совместно такой марафон проводим не первый год. Также у нас запланирован аниме-фест, конкурс танцоров, ну и другие познавательные мероприятия. Такие фестивали намерены проводить и впредь. Следующий забег организуют по четырём дистанциям. Марафон состоится в сентябре с участием уже более двух тысяч человек. Лжан Сайдильдина, Асламбек Шигар, Хабар 24, Атрау. Турнир по боксу среди юниоров проходит в Караганде. В нём принимают 280 участников в возрасте от 10 до 15 лет. За звание лучших борются 15 команд из шести регионов страны. Они соревнуются в 33 весовых категориях. Турнир продлится до 15 июня. Соревнования посвящены памяти двух именитых боксёров. Бектаса Абубакирова и Елиусиза Кадыралина. Их родственники подготовили денежные призы для победителей. И на этом пока всё. Оставайтесь на Хабар 24. Следите за актуальными новостями в стране и в мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok